В Уфе продолжает биться сердце Евразии. Накануне состоялся второй день фестиваля, во время которого склоны Уфимского амфитеатра превратились в концертный зал. На симфонической ночи не только выступили два оркестра и оперные звезды, но и прошел настоящий бал. Галина Заводникова расскажет о празднике классической музыки. Симфоническую ночь в рамках сердца Евразии открыл бал. Первый в истории фестиваля. На площади Уфимского амфитеатра под живое исполнение классической музыки закружились в вальсе 650 человек. Молодежный симфонический оркестр республики исполнил вальсы Чайковского и Сверидова, Хачатуряна и Пахмутовой. Под королей ночной Вероны площадь превратилась в бал Маскарад. Костюмы участников перенесли зрителей на венецианский карнавал. Холод, то, что головной убор тяжелый, все это терпится. Там же маскарадная тема, и поэтому... Ну, а с костюмом прямо идеально под эту тему подходит. Вальс скружил голову и гостям симфоночек. Кадетам и участникам уфимских танцевальных коллективов присоединились зрители. Грузия, ваша любовь благослови. Молодежный оркестр сменил национальный симфонический. На улице становилось все холоднее, но музыканты играли несколько часов. За пультом дирижер Большого театра России Дмитрий Крюков. Конечно, опен-эйр – это возможность нести культуру в широкие массы, нести академическую и классическую музыку – это очень важно. Поэтому для меня это основа вообще, чтобы была не только музыка ради музыки, но музыка ради воспитания, ради возвышения, вдохновения. В программе концерта известны классические произведения – это арии зопер, итальянские, испанские песни, романсы и даже джаз. ПОЮТ Поют звезды оперной сцены народный артист Республики и любимец уфимской публики Оскар Абдразаков, солистки Московского театра «Новая опера» Ольга и Елена Терентьевы, гости из Японии – Саити Фурукава, а также солисты Башкирского театра оперы и балета. Настроение на самом деле превосходное. Погода, правда, чуть-чуть холодновато, но самое главное, что настроение у людей самое хорошее, праздничное, всем просто душевно тепло. И такого в мире нет, это единственный первый фестиваль такой в мире. Несмотря на холод и ветер, послушать классическую музыку на склоны уфимского амфитеатра пришли 11 тысяч человек. Симфоническая ночь завершилась салютом, ну а фестиваль продолжается. Сегодня, 14 июня, на концерте «Алга Башкирия» выступят известные уроженцы республики. Роберт Юлдашев и его Курайсы, Зайни Дин, Элвин Грей, Алсу и группа «Пицца». Организаторы обещают сюрпризы, в частности, уникальное пиротехническое шоу. А завтра, 15 июня, фестиваль завершится большим голоконцертом, хедлайнером которого станет Эмир Кустурица со своим коллективом The No Smoking Orchestra. Галина Заводникова, Урал Шарипов, Россия Культура, Башкортостан.